всем привет с вами ольга чернова сегодня я вышла дальше продолжать свои ранние посевы и как всегда все это вам показывать буду и рассказывать вот в прошлом году зима меня тут внезапно застигла у меня даже еще веревочки по которым я грядки делаю все это недосаженная грядка сюда же я сегодня вернулась буду делать ранний посев моркови статья о ранних посевах моркови уже выложена у меня на странице в одноклассниках если кому-то интересно почитать именно печатную информацию потому что я там более подробно все рассказываю время ролика ограничено можете зайти ко мне на страницу просто набираете ольга чернова город биск алтайский край 56 лет там все подробно рассказано а теперь то что я писала в статье я буду показывать я сегодня вышла сеять морковь несмотря на то что у меня вот здесь еще сугробы у меня сейчас температура днем минус 2 ночью было минус 12 ничего страшного семена моркови очень долго сходят они будут долго лежать земле и главное надо успеть посеять во влажную землю но ту морковь которую я буду сеять сейчас ее я буду употреблять только летом для зимнего хранения она не подходит потому что она уже переспеет будет такая бородатая обрастет корешками она короче может даже растрескаться все но так как у нас есть внучок да и сами мы не против и салатики делаем летом рано летом когда еще ни у кого не будет моркови у нас уже будет она достаточно посмотреть когда она приобретет оранжевый цвет не обязательно будет здоровый корнеплод ее можно уже употреблять выдергивать посев отличается тем что делаем бороздки мне глубокие семена у моркови мелкие и мы немного я вот как сделала бороздку и я прям рукой уплотнила прям пальцем уплотнила чтобы семена не провалились в землю 1-2 сантиметра не больше и землей вот так сейчас заделаю и снова уплотню чтобы семена лежали во влажном грунте при раннем посеве нам самое главное чтобы успеть ухватить вот эту талую снеговую воду преимущество таких ранних посевов в том что во первых морковь она вылезет раньше сорняков и ее будет видно эту дорожку во вторых вот этот влажный грунт он нас избавляет от частых поливов если мы летом когда сеем верхний слой пересыхает нам надо часто поливать тут она во влажной земле они сейчас набухнут проклюнуться и как раз в то время когда они будут выходить на землю у нас уже будет тепло мороза она не боится морковь выносит заморозки до минус пяти ее не надо ничем не прикрывать ничего вот у меня сибирский регион но я сею в это время уже в апреле кто-то если немножко побаивается можно через неделю еще раз уточняем на зиму мы сеем в мае даже можно в начале июня но там уже посев совсем другой я буду рассказывать там немного глубже заделываем семена сантиметра на три потому что верхний слой земли высыхает очень быстро в это время и в сухой земле она ну как будет долго лежать ее надо или постоянно смачивать или чуть глубже но глубже трех сантиметров морковь вообще нельзя заглублять мелкие семена они слабые они могут вообще не взойти вот сейчас я посеяла по краям луковой грядки и вот эти морковные мухи они не переносят запах лука они не будут нападать морковные мухи которые засаждают могут наши молодые напасть на наши молодые морковочки вот когда на луковых грядках садим некоторая вот женщина пишет она чередует ряд морковки ряд лука но это для лет для летнего посева сейчас весной достаточно я сделала одну бороздку здесь и одну бороздку сделаю на грядке это будет у меня для раннего использования для совсем совсем раннего через неделю я посажу еще для раннего использования а уже в мае буду садить для зимнего употребления все кто еще ни разу не садил раннюю морковь кто садит в традиционные сроки когда уже тепло и жарко попробуйте вырастить раннюю морковь обычно растения вот раннего посева они более крепкие они меньше подвержены заболеваниям и как еще раз я говорю сорняков еще нет в это время она сейчас когда вырастет у меня еще не будет сорняка будет очень хорошо про сорта спрашивают какие сорта конечно нужно отделять вот смотрите если сорт королева осени написано позднеспелый высокоурожайный ясно что садить его сейчас не надо мы его не дождемся я сажу нанскую которая написана один из самых популярных скороспелых сортов и для непродолжительного зимнего хранения подходит для ранневесеннего и подзимнего посева вот этот сорт нам очень подходит он скороспелый и он именно для весенних и подзимних посевов все я часто садила вот нанская 4 и потом вам покажу когда взойдет и насколько раньше чем обычная морковь этот урожай у меня будет все вот для тех кто только начинает этим заниматься я рекомендую делать и ранние посевы и посевы в традиционных сроках потому что для того чтобы был урожай от самой весны и до самой осени нужно сроки делить как сеять в несколько сроков я все культуру сею в несколько сроков все до свидания начинайте как только оттает у вас где-то кусочек земли сразу его под морковку 2-3 2-3 полоски для раннего использования вам достаточно там ребенку сок подавите пюре в плов салатики будут капустные с морковкой все приятного аппетита всем выращивайте кушайте морковку она очень вкусная и полезная аппетита